В январе 2019 года депутатам Думы Артемовского городского округа было направлено обращение от инициативной группы артемовцев, в котором народных избранников общественность призывала очнуться и, наконец-таки, принять меры по наведению порядка в муниципалитете, страдающего от бездарной политики нынешнего главы. Инициаторы обращения так и не дождались реакции со стороны народных избранников. Однако активность не заставила себя ждать со стороны самого главы и его приближенных. И ладно бы руководитель муниципалитета встал на путь истины, к чему, собственно, и призывал народ в своем обращении. Но вместо этого страницы печатных средств массовой информации запестрели хвалебными одами господину Самочернову. Прошло более месяца после последнего очередного заседания городской думы, на котором инициативная группа предложила их внимание. Обращение в котором затрагивались вопросы политики, проводимой гражданином Самочерновым и состояния дел в нашем округе. Это обращение мы адресовали в первую очередь молодой подор, поросли депутатского корпуса. Те, которые не применены должностями и те, кто не испорчен властью. Внимание инициативной группы было сосредоточено на перечне тех недоставок, дедостатков и негативных решений, принятых главой администрации в отношении округа. И интересную позицию и реакцию заняли три газеты, выходящие в нашем округе. Газета «Все будет» отликнулась публикацией в защиту полицейских возглавивших сельских Томса. Газета «Егоршинские вести», не выразив возмущения, все-таки не смогла оставаться в стороне и выразила преданность не инициативной группе, а преданность главе округа. И родила публикацию гражданина Поткина. Вначале в нем прозвучали хвалебные отзывы о деятельности главы самочерного на благо жителей города. Затем внимание общественности было уделено заработной плате и премиальным выплатам господина Трофимова, который мешает, видимо, главе округа строить светлое будущее. Газета «Артемовский Рыбочий», как обычно заняла позицию главы округа. Да она иначе и не могла поступить, потому что основные вливания идут из администрации округа. Хотя эта газета должна публиковать только нормативные документы, она занимается и рекламой господина Самочерного, и обычной рекламой. Что добились наши оппоненты? Результат этих телодвижений сторонников главы превзошел все ожидания. Рейтинг доверия главы превзошел нормативные 2%. Боли он никогда не получал. Общественник, член инициативной группы Артемовцев остановился подробно на газетных публикациях и постарался дать личную оценку вышедшей информации. Когда печаталась публикация в газете «Всебот», автор позабывчивости не осветил три темы, а именно, какие. Что это за конкурс проводила администрация округа, на котором побеждают только бывшие работники полиции. Хотелось бы знать адресо, где находится школа полиции с сельскохозяйственным уклоном. А может быть, эти бывшие работники полиции отправляли документы в полицейскую академию, а работники почты по ошибке переадресовали их в нашу администрацию. Что я могу сказать в адрес газеты «Егоршинские вести»? В публикации идет речь лишь о деятельности главы. Глава освещается там мудрым политиком, который ведет нас в светлое будущее. Чтобы расширить кругозор господина Путкина, автора этой статьи, хочу сказать ему следующее. Если бы вы в своей статье затронули заработную плату главы округа, я бы тогда понял, что статья не имеет заказного характера. А поскольку вы это не сделали, я вынужден подтвердить, что статья заказная настораживает начало вашей статьи, в котором вы заявляете. Мы, то есть вы представитель всего округа, который может позволить от их имени высказать свое мнение. Ну, вы же не Николай II, господин хороший. Вы всего на все простой и обычный житель нашего округа. Так что за всех жителей вы отвечать не можете. А мнение жителей, оно разнится. Чтобы расширить ваш кругозор, сообщаю следующее. Все выплаты господину Самочернову приближаются к 200 тысячам рублей. Для сравнения, заработная плата мэра Екатеринбурга равняется к 300 тысячам рублей. В городе Миллионнике, где десятки крупных предприятий из несколько десятков мелких предприятий, где только одних супермаркетов в наличии более десятка, вас не настораживает заработная плата нашего главы, который в принципе-то по сравнению с главой Екатеринбурга занимается работой, которая не требует особого усилия. Но он ее может не только завалить, но и развалить. В распоряжении главы несколько спецмашин, трактор и плюс депутат Арсенов. Да, еще и детище господина Самочернова, это управляющая компания «Наш дом». Правда, ходят слухи, что при учреждении возглавляемое депутатом Арсеновым, готовят к банкротству. А УК «Наш дом» ничего кроме головной боли и убытков не приносит. Меня, конечно, радует оптимизм депутата Арсенова, да и желание приобрести к своим рукам магазин цветы вселяет надежду, что депутат не побрет голода. Уважаемые жители нашего округа, у меня возникают вопросы. Чем объяснить низкое КПД главы ОГО в нашем округе, учитывая мизерную его нагрузку в сравнении с мэром Екатеринбургом? Полагаю, что областным чиновникам до зубной боли надоело уже гражданин Самочернов и его деяния. Начинает надоедать он и населению нашего округа. И в итоге получает то, что заслуживает. Член инициативной группы также рассказал о реакции простых артемовцев на то самое обращение, адресованное депутатом, которое народные избранники проигнорировали. Валерий Абнагимов также предоставил подтверждение подписные листы. Я обращаю ваше внимание на подписные листы, которые лежат на нашем столе. Это результат размышлений жителей нашего города на то обращение, которое инициативная группа предлагала депутатам Артемовского округа. Мы не просили населения подписывать, собирать подписные листы. Мы напечатали мизерное количество обращений. Большая часть ушла депутатам, мизерная часть разошлась по знакомым и близким инициативной группы. Когда население прочло это обращение и проявило инициативу сбора подписей, мы были немножко удивлены. Значит, рейтинг главы не превышает даже и тех параметров, которые я озвучил заранее. Поделился общественник и небольшим секретом о предстоящем событии для руководителя Артемовского городского округа. Открою небольшую тайну. В прошедшую субботу один из жителей нашего округа, кстати, из окружения главы, побывал в Екатеринбурге, где у него состоялась неофициальная встреча с одним из областных чиновников. На встрече обсуждалось положение в округе, отношение населения к действующему главе и возможных перемещениях в руководстве округа. 21 февраля текущего года глава округа вызван на ковер к заместителю губернатора Сергею Юлиичу Бедонько. Видимо, где состоится серьезный разговор с нашим главой. И поверьте, ему в главе не помогут реверансы господина Поткина и Калукиной. Я вообще отказываюсь понимать его решения и поступки. Господин Самочонок мне напоминает мою любимую сноху. Я, если нужно устроить праздник для души, серость будней приедается. Сноха соглашается нас осчастливить. Предупреждают, что вы глухнете от счастья. Мы действительно глухнем от счастья, но мы глухнем, но мы и от счастья. А у главы та же тактика, такую отчебучит, что все глухнут то ли от счастья, то ли от неожиданности. Впрочем, не только глухнут, даже слепнут. Обращаясь к главе, Валерий Абнагимов напомнил поговорку. Хочу сказать главе следующее и напомнить ему поговорку, которая актуальна, как никогда для него. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам. Это я о кошельке. Надеюсь, люди догадаются. Размышляя над тем, чего сегодня не хватает местному населению, общественник задался целым рядом вопросов, которые, как он считает, в первую очередь должен задавать себе руководитель Артемовского городского округа. Народу нужна работа, достойная зарплата, достойное проживание. А взамен мы имеем отсутствие рабочих мест. Но хорошая зарплата главы и его окружения. Почему никто не занимается инвестиционной привлекательностью нашего округа? Я в скобочках обозначу это наличие на территории округа драгоценных камней. Хорошие сорта мрамора с привлекательной природной расцветкой. Неограниченные запасы антроцита. И хотелось бы услышать, что делается для инвестиционной привлекательности. Мне интересно положение с этой привлекательностью в Якутии. Она служит заразительным примером. Там даже холод сделали привлекательным. Народ потянулся кататься на оленях, на собачьих упряжках в Якутию. То есть это говорит о том, что народ умеет даже богатство, нашу нищету превратить в богатство и в денежные ассигнации. Пользуясь случаем, общественник также обратился к оппонентам, к тем, кто вопреки всему закрывает глаза на реальную действительность и встает на защиту действующей политики в Артемовском городском округе. Я обращаюсь напрямую к депутату Калугиной, к бывшему депутату Калугиной, представителю общественности. Она знает ли о том, что болевым решением глава округа увеличил содержание администрации округа на 18 миллионов рублей, но при этом снизим затраты на образование 50 миллионов рублей и на культуру в количестве 10 миллионов рублей. Только не нужно нам говорить про дороги, тротуары, спорткомплекс «Снежинка». Почему? Потому что дороги и тротуары – это концепция государства, которая выделяет необходимое количество средств. А спорткомплекс «Снежинка» построен не благодаря главе округа, а благодаря депутату Государственной Думы Чепикову. Вдалее реальной помощи со стороны губернатора Свердловской области Кульвышева. Альтек Шмедева не устает подчеркивать, что господин Чепиков является как бы хранителем нашего города. Он реально помогает и всегда, когда бы я к нему не обращался лично сам, он всегда выслушает и всегда после времени видна его поддержка. Подводя итог, Валерий Абнагимов выразил надежду на предстоящий визит главы Артемовского городского округа в правительство Свердловской области за очередной порцией орехов, которые, в свою очередь, должны повлиять на взгляд руководителя к своей работе. И если ситуация в районе по-прежнему не изменится, общественник заявил, что в Артемовском городском округе будет организован сбор подписей населения, несогласного с правлением нынешнего главы.